Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале WarGam, с вами Кирилл Збитнев, и хоть под конец этого месяца интересных новостей не то чтобы очень много, но поверьте, поговорить есть о чем. Возвращение Корсаров, ремейк Котор и независимый Дискорд. Всё это и многое другое ожидает вас в нашем видео. Поехали! Начнём мы, пожалуй, с весьма приятных новостей для поклонников далёкой-далёкой галактики. А если точнее, серии игр Котор. Ведь ремейк убыть, и теперь мы даже знаем, кто данный ремейк создаёт. На недавнем интервью известный игровой журналист Джейсон Шрайер подтвердил разработку ремейка и заявил, что Electronic Arts никакого отношения к нему не имели. Вместо этого игру делает студия Aspire, в которой числится сразу несколько бывших сотрудников из BioWare, которые и работали над оригинальной игрой. Команда разработчиков будет насчитывать порядка 200 человек, а бюджет игры составит около 70 миллионов долларов. Впрочем, выход игры планируется не раньше 2023 года. Как раз тогда, когда у Electronic Arts истечёт эксклюзивная лицензия на создание игр по вселенной Звёздных Войн. И раз уж мы заговорили о легендах из прошлого, мы просто обязаны рассказать и ещё об одной. Ведь Корсары, похоже, всерьёз намерены вернуться. В который раз, скажете вы. Но мы всё же надеемся, что в этот раз всё будет немного иначе. И продолжение легендарной серии игр всё же увидит свет. Студия Маури санонсировали проект под названием Corsair's Legacy, который включает в себя не одну, а сразу три игры. И первая, по заверениям студии, должна выйти уже в этом году. Разработчики заявили, что постарались учесть все проблемы их предшественников и разложили рецепт хороших Корсаров на три составляющие. RPG, морские сражения и открытый мир. Первая игра вберёт в себя всё лучшее из RPG-режима Корсаров и предложит обновлённую графику на движке Unity. В 2022 году появится второй проект, сочетающий элементы ролевой игры и морских сражений. А в 2023 году уже планируется выход игры с открытым миром. Ну а нам остаётся лишь пожелать им удачи и следить за дальнейшим развитием проекта. Ну а теперь давайте обсудим ещё одну интересную новость. Переговоры между Дискорд и Майкрософт завершились, и Дискорд остаётся независимым. По крайней мере пока. Вот и нашлось что-то, что Майк и купить пока не смогли, ведь по информации Wall Street Journal, Дискорд получили предложение по меньшей мере от трёх крупных компаний. Но все отклонилы и на данный момент они хотят оставаться независимыми. Хотя и рассматривают возможность стать публичной компанией и выйти на биржу. Однако не стоит забывать, что переговоры могут также и возобновиться вновь, и кто знает, к чему это может привести. И кстати о биржах. Студия Techland, которая разрабатывает Dying Light 2, по всей видимости также готовится стать публичной компанией и выйти на биржу. Ведь теперь юрлицом студии указывается Techland SA, акционерное общество. И сразу не отходя от кассы, мы напомним вам о долгожданном изменении в подписочной системе Xbox, которая была анонсирована ещё в январе, но заработала только с 21 апреля. Теперь владельцы консолей Xbox могут без дополнительных плат запускать более 50 фри-то-плей игр. Ведь теперь для того, чтобы поиграть в мультиплеер внутри условно-бесплатной игры, платная подписка Xbox Live Go больше не нужна. В то же время и Sony пытаются сделать свою подписку более привлекательной. Представили подписку PlayStation Plus Video Pass, которая откроет доступ всем подписчикам PS Plus в библиотеке фильмов и сериалов от Sony Pictures. И ведь, как вы вероятно знаете, Sony это далеко не только консоли и игры, но и фильмы, музыка, а также и другая электронная продукция. Правда, на данный момент сервис запущен лишь в испытательном режиме и только на территории Польши. И данное тестирование продлится до 22 апреля следующего года. А затем в Sony будут принимать решение о внедрении данной функции на основании полученных данных. Помимо этого, мы также не можем не упомянуть и о внезапном подорожании некоторых игр в PS Store. Помните, как Nintendo решили поднять цены на свои уже выпущенные игры до Next-Gen ценника? Так вот, видимо, Sony понравилась эта идея и совершенно неожиданно цены на некоторые проекты в PS Store значительно прибавили к цене. Например, The Last of Us 2 подорожала на 500 рублей и теперь стоит полноценный 5000. Чем обусловлена данная прибавка к цене, неизвестно. Будем надеяться, что Sony даст хоть какие-нибудь разъяснения по данному вопросу. Но есть и приятные новости, хотя лишь для обладателей PlayStation 5. Ведь генеральный директор PlayStation заявил, что на PS5 выйдет наибольшее количество эксклюзивов в истории консоли от Sony. А правдивы ли данные заявления или нет, мы узнаем лишь в далеком будущем. Ну а теперь, чтобы разбавить поток консольных новостей, давайте разберем анонс многими любимого реалистичного симулятора-фермера. Нам обещают огромный скачок вперед по сравнению с предыдущей частью франшизы. Новое оборудование и машины, около 400 единиц различной техники и времена года, а также продвинутый искусственный интеллект, улучшенную оптимизацию и поддержку модов. И выйти все это великолепие должно уже осенью этого года. А напоследок давайте обсудим небольшую новость о Сталкер 2. Дело в том, что буквально на днях Александр Вилков, один из актеров, что работает над озвучкой нового Сталкера, рассказал, что уже приступает к озвучке игры. И заявил, что разработчики хотят к зиме. Правда, что именно они хотят к зиме, он не сказал. И это может быть как закончить созвучкой к зиме, так и выпустить игру к зиме. Но так или иначе, для нас это в любом случае хорошие новости, которые предвещают выход столь ожидаемой игры. А на этом у нас все, дорогие друзья. Делитесь своим мнением об услышанном в комментариях под видео, ставьте лайки, если вам понравился наш новостной дайджест, и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей. Ну а если вы ищите качественный рейтинг игровых серверов, гайды и новости обновлений по играм, милости прошу в описании под видео, там вы найдете ссылку на сайт Wargame. Играйте только на лучших серверах, играйте с лучшими. И до скорого!